Сегодня работаем софт эшпинг гелем, будем выполнять моделирование. Подложку будем делать более жестким материалом акригели кавер, а скульптуру будем выстраивать эшпингом. Сегодня я покажу более быстрый вариант моделирования, технику, когда можно выполнить маникюр фактически без опила, по крайней мере по поверхности. Очень удобно, подойдет это для клиентов, которые опоздали, задержались, но при этом хотят полноценное наращивание. Мы можем сократить время именно за счет отсутствия такого большого количества опила. Приступим к работе. Я обезжириваю поверхность ногтевой пластины. Тщательно обезжириваем. Для дополнительного обезжиривания будем использовать нейлпреп дегидротант. Он также позволяет нам вывести остатки влаги и масел из-за ногтевой пластины. Наша задача только подождать, пока он подсохнет на воздухе, испарится, и эти остатки влаги выведет. Далее мы берем ультрабонд. Это грунтовочный препарат, это праймер. За счет ультрабонда у нас присоединяется последующее покрытие. Ну, конечно же, следующий этап у нас будет база. Ультрабонд наносим тоненько, без нахлестов. Также даем ему немножечко испариться на воздухе, буквально в течение одной минутки. И сегодня мы используем бейс-гель в качестве подложки. Базу буду использовать, так как после удлинения мы будем выполнять небольшой опил по торцу, будем придавать форму свободного края. Но в зоне кутикулы пилить нам уже не захочется. А бейс-гель позволяет нам на обезжиренную поверхность прикрепить последующий материал. Именно поэтому сегодня используем базу гель-лаковую. Также наносим ее тоненьким слоем. А остатки убираю во флакон и тоненьким слоем наношу на поверхность. Можно это делать втирающими, слегка отбивающими движениями. Можно просто гладко, равномерно протягивать по поверхности. Делаем это с отступом от кутикулы в миллиметр. Базу прямо под кутикулы не заводим. Нет в этом необходимости. Потому что при отрастании у нас должна быть плавная граница. Поэтому под кутикулу ни базу, ни скульптурный гель мы не используем. Так, дальше. Нам понадобится форма одноразовая для моделирования. Форма на липкой основе. Будем устанавливать форму. И моделировать такой миндалевидный салонный вариант. С небольшой длиной. С небольшим удлинением. Форма имеет длину фактически в 15 единиц. Конечно, нам эта длина сегодня не нужна. Поэтому по линии перфорации я эту длину убираю. Форма липнет. Очень-очень сильно липнет. К перчаткам в том числе. Поэтому при фиксировании формы старайтесь сильно ее к рабочей руке не прижимать. Конечно, когда вы работаете на клиентах, вы работаете форму ставите двумя руками. У меня немножечко задача усложняется. Так как я сегодня работаю одной рукой. Делаю на себе. Далее. Мне необходимо обязательно разрезать верхнюю боковую часть по линии перфорации. Далее скрутить форму в поперечном изгибе. Мы его намечаем. Я фиксирую форму вот в таком скрученном состоянии. Завожу ее под углы. Сначала завожу под углы. А потом поднимаю, вставляю середину. Видите? Вот таким образом завела, подняла, вставила. При такой постановке формы я исключаю ступени и зазоры со стороны свободного края. То есть у меня форма четко становится под ногтевую пластину и повторяет изгиб ноготка. Это значительно облегчает мне дальнейшую работу. Затем, после того, как я вставила центр, вставила середину, нам необходимо склеить нижние боковые части. Делаем это максимально четко, максимально ровно. Встык-встык. Установили. Теперь разворачиваем ручку клиента, ну, в данном случае мой пальчик. Смотрим на центр формы относительно центральной оси пальца, чтобы она не уходила в ту или иную сторону. Далее от ногтевых вростов движением вниз по косой с упором на подушечку пальца я делаю вот такие небольшие заломы с одной стороны фиксирую и с другой. То есть я намечаю фиксацию формы. И далее уже плавненько снизу двумя пальцами я начинаю потихонечку протягивать и формировать изгиб. При этом смотрю в носик формы, чтобы у меня склеивалось все ровно и выполняю заужение. При салонном моделировании заужение формы у нас по ширине ногтевого ложа, то есть не уже. Смотрим на изгиб, на центральный, смотрим на носик формы, на ее наклон. Мы сегодня моделируем миндалевидные ногти, поэтому форма должна устанавливаться с легким, таким незначительным, с легким наклоном вниз. Когда верхняя боковая часть у меня выше пальчика, выше уровня, это значит, что носик формы тоже идет слегка вниз. Установили форму и далее нам с вами понадобится, проконтролировали плотность прилегания формы к ногтевой пластине, и далее нам понадобится акригель кавер. Мы будем делать удлинение при помощи акригеля. Берем спрей очищающий. У меня есть колпачок от тюбика. Я пшикаю туда небольшое количество очищающего спрея, смачиваю в нем апельсиновую палочку, готовлю салфеточку. Излишки обязательно, вот мне нужно пропитать качественно палочку, но излишки снять. Сейчас я, наверное, поменяю. Да, давайте возьмем другую. Мне очень нравится. Нужно, чтобы палочка была хорошая, такая прям ровная, гладкая, без каких-либо зазубрин. Смочили, сняли излишки. Акригель из тюбика, видно, да, вот? Акригель из баночки, акригель из баночки, я прижимаю к стенке. Я не достаю его, как скульптурный гель, не накручиваю на кисточку, а вот таким небольшим катушком вытягиваю по стеночке. Далее выгружаю его в центр формы, ну, прям формирую такой, примерно симметричный кружочек. Далее опять смочила, излишки убрала. И теперь моя задача, я всегда себе визуально на две части делю количество материала, с которым я работаю, и одну часть начинаю распределять к одной боковой поверхности, подтягиваю, дотягиваю до вроста ногтевого. Вот, видите, обязательно вот здесь нужно проконтролировать, чтобы материал дошел до границы ногтя, потому что боковая линия искусственного свободного края должна быть прямым продолжением боковой линии натурального ногтя. И вторую часть, вторую половинку материала, они у меня примерно равные получились, я точно так же аккуратненько, притаптывающими движениями начинаю дотягивать до боковой линии натурального ногтя с другой стороны. Сильно не даю излишек, чтобы много не пилить, то есть стараемся свободный край выложить максимально аккуратно. Остатки материала, остатки толщины по поверхности я также беру и палочкой растягиваю. Если у вас есть желание сделать укрепление и на стрессовую зону выложить больше материала, вы можете добавить небольшое количество акригеля и вот такими протягивающими движениями, я сейчас это делаю максимально тоненько, вот такими протягивающими движениями прям на нет свести, то есть в стрессовой зоне тоже немножечко укрепить акригелем. Вот такое удлинение получается у нас на форме, после чего мы контролируем еще раз постановку формы, если нужно, чуть-чуть подтянули, посмотрели, проконтролировали и отправляем на просушку. Отправляем форму на просушку, вот таким образом. Акригель – это гибрид геля и акрила, у него очень хорошая, очень жесткая основа, которая позволяет нам выполнять моделирование, он очень прочен в зоне свободного края, также эффективно им работать и для перекрытия стрессовой зони на поверхности ногтевой пластины, а сверху уже мы будем выполнять укрепления при помощи Soft Ash Pink геля. Это новый продукт в нашей линейке, он является продолжением линейки гелевой системы, отличается он цветом, то есть вот по свойствам своим, по вязкости, по консистенции, по удобству работы, очень похож на Soft Nude, Soft Pink, Palping, то есть на скульптурные пигментированные гели в нашей линейке. Soft Ash отличается тем, что он имеет такой натурально-розовый цвет, причем, если обратите внимание, видите, у меня вот на соседнем ноготочке, я в Инстаграм эфир проводила, смотрите, у него не явный такой розовый цвет, а что-то между молочным и таким нежно-розовым оттенком, очень натурально, очень красиво смотрится, мы этот пальчик тоже делали без опила, такой получился результат, и сейчас мы его продолжим на следующем пальчике. Я надавливаю на форму, форма у меня хорошо отходит от свободного края, и, соответственно, и, соответственно, мы можем понять, что у нас материал высох. До конца не успела дочитать вопрос, есть ли плохое качество изображения, возможно, проблемы в интернете. У меня соединение по Wi-Fi, частота картинки и фокус отличный, поэтому посмотрите, пожалуйста, на качество соединения с интернетом. Я сейчас обезжирила поверхность и отставим в сторонку. Следующим этапом я сразу придаю форму свободного края. Упираясь в торец, пилочкой 100 на 180 единиц белой, мне не нужно сильно давить. Конечно, если я сильно надавлю, у меня может и, в принципе, где-то и лопнуть, и во вростах. Поэтому без чрезмерного давления работаю только за счет абразива. Выравниваю по торцу. Выравниваю. Так, мы можем сравнить длину, так как мы выполняем моделирование, соответственно, оно продолжит выполняться, поэтому длина у нас должна быть одинаковая. Достаточно легкими движениями здесь вы можете уже фактически на чистоту придать форму свободному краю. Также по боковой параллельке я подтягиваю. Смотрите, также смотрю в торец, чтобы у меня уголки свободного края находились на одном уровне. И здесь следующая история. По свободному краю у меня акригель. Для того, чтобы к нему присоединился скульптурный гель, мне его нужно опилить. А вот как раз таки в зоне кутикулы, если вы сделали маникюр и планируете работать дальше без опила, мне нет необходимости пилить, потому что гель-лаковая база позволяет прикрепить следующий слой материала даже на обезжиренную поверхность. Я немножечко прохожу сверху, просто для того, чтобы немножечко зашлифовать поверхность для присоединения скульптурного геля сверху. В такой технике достаточно удобно работать, когда вы на всех руках, то есть вы на всех пальчиках установили формы, на всех пальчиках выложили удлинение, просушили, сняли формы, на всех придали форму, сравнили друг с дружкой, придали форму свободного края, и далее уже можно так сказать, что вы работаете фактически в технике гель-лаковой. То есть вы когда гель-лаком работаете, вы же не пилите потом по поверхности. Поэтому убираем опил. Хорошо, тщательно. Можно взять влажную салфеточку для того, чтобы убрать излишки с ладони, с рабочей поверхностью, чтобы у вас опил не попадал дальше в укрепление, потому что нам же важен конечный результат, нам важна чистота. И вот, когда мы пыль убираем, нам и покрывать потом проще, и скульптуру выкладывать проще. Сейчас я... У меня тут замена перчатки происходит, порвалась перчатка. Так. Дальше берем Ash Pink. Нам понадобится кисть-шестерка. Я пользуюсь лепестком-шестеркой. Предварительно также обезжириваю поверхность, просто для того, чтобы убрать опил. Опил убираем. Стараемся оставлять максимально чистую поверхность. Также убирайте, видите, опил с внутренней стороны. Я не люблю, когда и внутри тоже остается в процессе работы. Он может попасть на поверхность. Видно, что материал выложен максимально аккуратно. То есть нет у нас никаких ступеней, никаких зазоров. И мы совершенно спокойно можем продолжить моделировать по поверхности. Первую капельку Soft Ash Pink геля я набираю на кисточку, выгрыжаю на поверхность и начинаю аккуратненько растягивать. Подталкиваю к кутикуле. Скульптурный гель под задний валик мы не заводим. Делаем это фактически стык в стык, потому что потом у нас должен слой цвета перешагнуть эту поверхность и наполнение материала будет плавным. Вот я наполнила и создаю, так скажем, дисперсию по поверхности. Опять подталкиваю к кутикуле. Теперь перехожу на боковую поверхность с другой стороны. Также стыкую аккуратненько, контролирую. Сразу не беру много материала, сразу не набираю большую капельку, потому что если большую капельку вы сразу возьмете, вам будет сложнее с ней работать и материал будет у вас стекать. Формируем границу. Подходим. Дисперсия есть у нас на поверхности. Ноготь имеет липкий слой. По мокрому мы берем капельку, еще капельку геля. Также выкладываем ее, только теперь уже в центр. Я ее накручиваю и теперь носиком кисточки начинаю аккуратно распределять. Основная толщина у меня в центре. И я начинаю подходить к кутикуле, спускаться по поверхности, как бы на нет стягиваю к свободному краю. Плавно перехожу. Видите, тяну просто носиком, тяну к свободному краю. Боковую поверхность с одной стороны. И также с другой стороны подтягиваю к кутикуле и стягиваю плавненько, стягиваю к носику. Переворачиваю, сцентровываю материал. Смотрю в центральный продольный изгиб. В перевернутом положении нам плавность этого изгиба видна. Посмотрите, как хорошо моделируется гель. Очень ровно, очень красиво он выкладывается. Для любителей попилить, вычистить просто, вылезать до идеала скульптуру, поверьте мне, попилить есть всегда. Что всегда есть чем заняться. Я бы его тут подтянула и там подтянула. Но когда у нас нет такого большого временного ресурса, когда времени нет, мы совершенно спокойно можем работать без опила. На овальных и миндалевидных формах ногтей очень хорошо и очень красиво получается моделировать ногти без опила. Конечно, если речь уже идет о квадратной форме ногтей, то там уже четкие параллели, там уже четкая такая архитектура. Там уже без опила не получится. Я перевернула сцентровала, отправила материал просушиваться. Ногти у меня достаточно чувствительные. Я чувствую легкое тепло, но такого ярко выраженного ожжения или сильно горячего не чувствуется. Материал хорошо просыхает. Нам для этого нужно 2 минутки для того, чтобы его просушить. И уже далее, следующим этапом, ну я сейчас не досушу. Смотрите. Смотрите, какой получился ноготок. Следующим этапом вы можете, не снимая дисперсии, не снимая дисперсии, начать выполнять покрытие, любое цветное, которое вы себе задумывали. То есть снимать дисперсию перед покрытием не обязательно, если вы не будете выполнять опил. К слову сказать, вот этот пальчик соседний у меня не покрыт топом. После полимеризации и обезжиривания гель имеет вот такой чудесный, красивый, глянцевый блеск. Конечно, после покрытия цветом либо оставлять для носки без топа я бы не рекомендовала. Можно перекрыть финишем. Хотите, рисуйте френч, покрывайте. И достаточно быстро можно моделировать вот такие очень аккуратные, очень изящные, достаточно тонкие, но при этом носибельные ногти, готовые выдерживать нагрузку, так как свободный край и стрессовая зона у нас проработанный акригелем. То есть ногти твердые, ногти нагрузку будут выдерживать. И по поверхности получается вот такая мелота. Красивый новый оттенок эшпинг геля. Рекомендую, рекомендую попробовать. Оставить свой комментарий под эфиром. Обязательно он сохранится. И если какие-то вопросы у вас остались по технической части, по продукту, я с удовольствием на них отвечу. Всем спасибо большое за эфир, за ваше уделенное время. Всем хорошего дня и всего доброго. До свидания.